Первая мировая война Первая мировая война является до сих пор очень травмоопасным, травмирующим воспоминанием и событием для любого европейца, потому что на ментальной карте Европы Первая мировая война отразилась, пожалуй, даже сильнее, чем Вторая мировая война. Это связано с тем, что на фоне развития всех средств коммуникации и всех современных для того периода транспортных возможностей, развития железных дорог, развития радио, развития телеграфа, развитие международного туризма, стали создаваться в начале XX века международные различные организации. Вот на этом фоне разразилась катастрофа, которая унесла 10 миллионов жизней. И, конечно, европеец, который был и свидетелем, и участником, и современником этих событий, для него это было ни с чем не сопоставимое событие, это была катастрофа, они ее связывали, современники связывали ее с таким же впечатлением, которое могла бы принести чума, если бы она вдруг вернулась снова. Поэтому, конечно, память о Первой мировой войне во многом повлияла и на принятие политической элиты западных государств, каких-то решений внешнеполитических, и на отношение европейцев к желанию вступить еще раз в какую бы то ни было войну. Если говорить о том, что результаты, наверное, все-таки, которые вылились в Версальско-Вашингтонскую систему Первой мировой войны, они заложили фактически мину замедленного действия, которая в итоге привела ко Второй мировой войне. Безусловно, об этом можно сказать, потому что заключенные соглашения после окончания Первой мировой войны, они привели к тому, что с международной арены фактически был вытеснен Советский Союз, Германия, Италия и все страны, которые были образованы после крушения Австро-Венгерской империи. Поэтому, безусловно, последствия Первой мировой войны, они носили очень такой долгосрочный характер для европейской и мировой истории. Для Германии драма поражения в Первой мировой войне она характеризовалась несколькими аспектами. Прежде всего, Германия потеряла армию. Для немецкой нации достаточно молодой, для того периода, потому что Германия была не так давно объединена, для немецкой нации наличие армии было очень значимым элементом объединения. Как говорят, что русский человек будет поддерживать любой строй, который будет гарантировать масштабы империи, так и для немца была необходима армия, для него это было стержнеобразующее звено в государстве. Во-вторых, конечно, грабительские условия репарации. В начале 90-х годов историки подсчитали, что если бы Германия не прекратила выплату репараций, то, скорее всего, они могли выплачивать эти репарации до 2000-х годов. То есть без прецедента в истории нет такого прецедента. Ее можно сравнить только с эту историю с репарациями, с теми обремнениями, которые наложила Российская империя на Персию по Курманчайскому мирному договору. То есть это было невыполнимое условие, по сути дела. И грабительские репарации, которые наложены были на Германию, были, конечно, тяжело восприняты нацией. На это налагалось безработица, на это налагалось ощущение, что в спину Германии, германской армии, ударили внутренние враги. Возник миф о выстреле в спину, который был нанесен браво сражавшейся армией. Вот этот весь комплекс униженного народа в целом, он был характерен для всех слоев населения Германии. Носителями этой идеи не были только представители самого рейхсфера. Конечно, нет. То есть все жители испытали подобные ощущения. То есть определенное единство, определенный консенсус, если так можно говорить, в обществе, по этому вопросу, безусловно, был. За исключением, может быть, небольшого слоя людей, которые в любой стране мира появляются и наживают на состояние на войне. Конечно, такие тоже были. Но в целом нация, конечно, была в униженном состоянии и осознавала это унижение. Для истории европейской 30-х годов характерно развитие разных национализмов. Поэтому Германия, конечно, не стоит особняком. Германская история не является особенной историей. Это лежит в конве развития европейской истории 30-х годов XX века. Если мы вспомним Италию, если мы вспомним Испанию, если мы вспомним Хорватию, хорватских националистов, которые позже поддержат гитлерскую нацистскую Германию, или ситуацию в Болгарии с болгарских националистов. То есть это была конва развития европейской истории. Поэтому, как, собственно, подъем национализма, конечно, Германия не носила чего-то специфического. Другой вопрос, почему пошел народ за Гитлером? Почему НСДАП в итоге укрепилась во власти? Необходимо вспомнить, конечно, что все-таки Гитлера назначили канцлером. Это был сговор правящих кругов. Более того, не считавших, что это длительная фигура, фон Паппен, который повлиял на приход Гитлера к власти, в ближнем кругу говорил, мы его просто наняли. Вы не расстраивайтесь, так сказать, этот ефрейтор, он сделает свое дело, и он уйдет. Прежде всего, их интересовало, конечно, подавление левого движения в лице коммунистической партии и, конечно, социал-демократии также. Что касается интеллектуальной элиты, Гитлера поначалу не восприняли как страшную фигуру, потому что для Германии с ее культом университетского образования предположить, что этот человек сможет быть в главе нации, было просто невозможно. Поэтому они считали, что это переходная фигура, ненадолго, и, возможно, действительно, можно с левыми расправиться вот таким образом. Что касается основного населения, то они услышали то, что они хотели услышать. Они услышали, что они унижены, они услышали, что необходимо ликвидировать безработицу, они услышали, что нужно прекратить репарации, и с этим все были согласны, включая и правых, и интеллектуальную элиту, и основную массу населения. Расхождения касались лозунгов антисемитизма, потому что, так сказать, в это всерьез не верили, говорили, что это, так сказать, просто предвыборная риторика. И второй момент, который смущал большинство, это бесчинство штурмовиков, которые были своеобразной такой, так сказать, машиной по уничтожению, так сказать, нацистов, которые шли к власти, которые участвовали в уличных потасовках, которые оскорбляли людей на улицах за то, что они не отдают им нацистское приветствие. Например, американский посол в Германии Уильям Дотт, он вспоминал, что десятки могли быть случаев за месяц избиений на улице за то, что люди не отдавали нацистское приветствие. Это, конечно, рядового среднего гражданина, как сейчас говорят, среднего горожанина, конечно, это не устраивало. И вот эти точки несоприкосновения по линии антисемитизма, по, так сказать, поведению штурмовиков, они, конечно, настораживали и отторгали значительную часть немцев от Гитлера. Подразделения СА возглавлялись Рэмом, одним из сторонников Гитлера и, так сказать, его, в общем-то, верным соратником. И они предполагали, что после захвата власти, после прихода нацистов к власти, они фактически могут заменить собой регулярную армию. Это, конечно, не устраивало кадровых генералов и кадровых офицеров. Они воспринимали штурмовиков, так сказать, как просто бандитов, которые наряжены в эту желтую форму, которые не поддаются никакому влиянию, и их невозможно дисциплинировать. Каким-то образом, более того, они настаивали на их ликвидации, устранению, потому что кадровый состав – это кадровый состав. И для прусского, так сказать, такого кадрового военного, конечно, может быть, потомственного, а может быть, и непотомственного, но это определенный статус, прежде всего, социальный статус. Туда не может попасть любой. Поэтому, конечно, штурмовики, как люди, которые участвовали в нацистских митингах, которые избивали коммунистов, которые избивали социал-демократов и боролись, может быть, с профсоюзными лидерами, устраивали различные потасовки, они, конечно, не могли быть причислены к респектабельной части офицерства прусского. Поэтому, конечно, их необходимо было убрать. И в этом вопросе и само общество, и кадровые военные немецкие, в этом вопросе, конечно, их точка зрения также совпадала. Придя к власти в 30 января 1933 года, поскольку Гитлер пришел к власти благодаря, в общем-то, сговору правящих кругов, в Рейхстаге НСДП составляло всего около 30% мандатов. Даже в Берлине, который традиционно считался, в общем-то, так сказать, форпостом НСДП, где считалось, что сильно влияние этой партии, так сказать, Берлин дал всего 31% голосов. Это мало очень. Более того, нацисты, еще когда они шли во власть, они занимались очень сильно мониторингом общественного мнения. И после прихода к власти, понимая разрыв между, так сказать, ожиданиями избирателей и собственными, так сказать, мандатами, так сказать, представлением в Рейхстаге, они стали мониторить еще и данные организации, которые эмигрировали с территории Германии, находились за пределами ее и оценивали также общественное мнение. То есть они опирались на разные источники информации. И приходили к выводу, что есть много социальных групп, которые не поддерживают и, скорее всего, никогда не будут поддерживать национал-социализм. Эти группы были локализованы в этих исследованиях. И, в общем-то, так сказать, именно они составили, к сожалению, первых, были одними из первых их представителями в числе узников концлагерей, которые были созданы в Германии задолго до начала внешнеполитических актов агрессии, которые были впоследствии сделаны. Для того, чтобы убрать основных оппонентов, коммунистов, был активно использован инцидент с поджогом Рейхстага. Конечно, скорее всего, Вандерлюбе, этот независимый коммунист, так называемый, он и сам принимал активную участие, и плюс информация, которая была известна Герингу и его окружению, скорее всего, была тоже активно использована, и поджигали, скорее всего, с двух сторон, возможно. Но в любом случае, основным итогом поджога Рейхстага было уничтожение фактически коммунистической партии, запрет коммунистической партии. Впоследствии запрещены были профсоюзы, на их фоне был создан Единый трудовой фронт, и фактически, как бы, оппонировать открыто режиму стало некому. Нацисты прекрасно понимали, что придя к власти, они не завоевали все население. И Гитлер даже неоднократно подчеркивал в своих выступлениях публичных, что мы завоевали страну, теперь наша задача завоевать нацию. И в борьбе за нацию, конечно, использовались два основных инструмента любой диктатуры. Это прежде всего силовое воздействие, откровенный террор и пропаганда. Вот эти два инструмента использовались очень активно и очень широко. Понимая, что для западного читателя, зрителя, слушателя, для западной политической элиты, для внешней политической элиты необходимо создание образа Германии как свободного, демократического государства, была оставлена газета Frankfurt Zeitung, которая пользовалась доверием среди либеральной интеллигенции внутри Германии. Интеллигенция, которая традиционно была немножко оппозиционной режиму, считалось, что она обладает какими-то своими взглядами, своей точкой зрения, не совсем согласна с этим режимом. И данное средство массовой информации устраивало и западных читателей, потому что они считали, что это неангажированная пресса, и ей можно верить, и она свободна от нацистских лозунгов, поэтому это тоже являлось признаком свободного государства. На самом деле, уже во время войны эту газету Геббельс, прежде всего, использовал для размещения фальшивых утечек. Так, в частности, могли быть размещены данные о наступлении в том или ином направлении в этой газете. Потом во всех средствах массовой информации Германии возникала полемика о том, что главный редактор не должен был этого допускать, это закрытая информация, нельзя так себя вести во время войны. Он получал на пресс-конференции Министерства пропаганды в сбучку и таким образом дезориентировался противник. В частности, такие утечки были произведены во время войны с Францией в 1940 году. Понимая, что общество необходимо завоевывать, пропаганда в нацистской Германии решала несколько, развелась по нескольким направлениям. Она была направлена на общество Германии в целом и она была направлена на отдельные сегменты населения. Прежде всего, режим осознал это очень рано, что всего населения они не получат, не удастся завоевать 100%. И если внимательно посмотреть и выступления Гитлера, и выступления Гиммлера, и тот, и другой подчеркивали, что мы 100% никогда не получим, даже находясь у власти. Поэтому задача была заручиться поддержкой и сформировать собственную платформу внутри населения Германии. И такой платформой достаточно успешно, к сожалению, выступила молодежь немецкая. Поскольку была поставлена задача борьбы за молодежь и максимально широкая площадка, потому что, конечно, для периода 1933-1934 года немецкая молодежь не была однородным субъектом, там были представители различных классов и социальных групп. Для того, чтобы максимально расширить площадку социальную среди молодежи, пропаганда адресуется не к интеллектуальной части молодежи, а адресуется к максимально широкой группе людей. И поэтому основной упор делался на физкультуру, спорт, активные массовые виды спорта и активную массовую работу вне города. Нацизм очень пропагандировал силовые виды спорта. Прежде всего бокс. Бокс был доступен широкой массе людей. Не требовались какие-то дорогие экипировки для тенниса, для фехтования, для верховой езды, не нужна была лошадь. Можно было, так сказать, научиться боксу любому мальчишке из двора. Поэтому бокс стал тем видом спорта, который получил широкую поддержку в нацистской Германии. Вообще физическая красота для молодежи всегда была привлекательна. Это всегда была атрактивная сторона. Это, так сказать, необходимо признать. И, в общем, нацисты ничего не изобретали. Вот здесь бы мне хотелось это подчеркнуть. Они изначально, требуя от пропаганды максимального подчинения широких молодежных слоев, они отказались полностью от каких-то интеллектуальных сложных схем, от теорий, от книг. Они сделали ставку на физическую культуру и спорт. Конечно, в долгосрочной перспективе бокс и силовые виды спорта должны были понадобиться при ведении военных действий. Но об этом молодежь в 1934 году еще не догадывалась. И они, так сказать, очень живо прореагировали на эти призывы. Кроме того, нацизм, национал-социализм активно использовал тех культовых героев, которые существовали у молодежи к тому времени. Ими были, конечно, автогонщики. Потому что развивалась автомобильная промышленность, и немецкие автогонщики занимали достаточно почетные места, были чемпионами Европы в мотогонках. Поэтому национал-социализм подверстывается к этим героям. Автогонщики, как правило, на открытках изображались в кожных плащах, в очках-консервах, в крагах. И именно в такой экипировке мы можем найти много фотографий и Гебберса, и Гитлера. То есть образ полностью был заимствован. Образ культового для молодежи героя был полностью заимствован национал-социалистами. С точки зрения придания респектабельности образу национал-социалиста и отстраиванию от хулигана, от человека, нарушающего социальные традиции штурмовика, был создан и собственный образ. Это был конструкт, который был создан национал-социализмом, образ эсэсовца. В СС охранные отряды Гитлера, которые изначально составляли около двух сотен человек и должны были обеспечивать безопасность Гитлера при поездках по Германии, принимали людей высокого роста, даже без единой зубной пломбы, было одно время такое требование, блондинов с голубыми глазами, и нарядив их в одну и ту же форму, только что сшитую для них и показав парады с их участием, конечно, национал-социалисты добились очень многого, то есть они принесли немцам новый образ вернувшейся армии, которая снова в Германии существует. Прежде всего, это так трактовалось, потому что культ в Пруссии военного человека военной косточки офицера был очень высок, и для немцев это было очень важно, и мы этот образ показали. Отшитая форма была создана Хьюго-боссом, эта компания существовала с 23-го года, так сказать, и отшивала форму для почтовых служащих, для почтальонов, и часто даже делала заказы без указания собственной марки. Впоследствии Хьюго-босс вступил в НСДАП и получил заказ. Он отшивал форму сначала для СС, потом стал шить форму для вермахта. К сожалению, эта форма впоследствии получила печальное обозначение, черная смерть ее называли на оккупированных территориях, потому что именно с СС-овцами было связано впоследствии самое жестокое истребление населения во всех странах, которые оккупировала нацистская Германия. Как ни странно, восприятие современниками парадов с участием СС-овских отрядов, оно иногда повергает нас, шокирует своими тенденциями, потому что сохранились воспоминания французов, которые побывали в Германии на парадах. Они сравнивали восприятие и впечатление этих парадов с впечатлением от Дягилевских сезонов Парижа. Вот в это трудно поверить, но это факт, что они говорят, что по эротизму, по воздействию такому вдохновляющему это можно связать только с Дягилевым. Сезоны Дягилева, как вы знаете, парижские сезоны балетные закончились в 1929 году, поэтому это не такой большой исторический промежуток, если после 1929, 1934, 1935 год человек попадает в Берлин и видит вот такие шествия. То есть, наверное, это все-таки производило очень сильное впечатление, если даже французы давали такой отклик. Вместе с тем деятели культуры немецкой, которые стояли в оппозиции режима, допустим, можем привести мнение Марлен Дитрих, которая сначала по контракту уехала в Соединенные Штаты Америки, а потом приняла американское гражданство и отказалась возвращаться в нацистскую Германию, несмотря на все призывы Геббельса и все посулы нацистов, так сказать, о тех условиях, на которых она может вернуться. Она говорила всегда о эсэсовцах, что они напоминают ей актеров, которые перепутали съемочные площадки. То есть, она всерьез их не воспринимала, на нее эта форма не действовала. О том, что форма новая скептически воспринимается с интеллектуалами знал Гиммлер. Очень хорошо знал. И он, так сказать, на эти язвительные замечания, которые ему доносили, он говорил, что «А мы не боремся за интеллектуалов абсолютно, это неинтересно, нам необходимо завоевать толпу». Что касается эффективности пропаганды, то все-таки необходимо признать, что самая преданная часть режима была среди молодежи и самым преданным сторонником режима был молодой человек от 25 до 38 лет. В целом, можно сказать, что к 38-му, к 39-му году и образ Гитлера, который в официальной пропаганде позиционировался как спаситель нации и за риторикой которого была исключена вся антисемитская, агрессивная лексика, и отношение к режиму благодаря запущенным военным производствам и ликвидации безработицы. Безусловно, отношение немцев, которые скептически изначально относились к национал-социализму, стало более лояльным. Это не значит, что все поспешили вступить в партию или каким-то образом участвовать, но большинство к 38-му, 39-му году так или иначе поддерживало режим. И парадокс заключается в том, что именно к 38-му, 39-му году режим фактически превращался в мыльный пузырь, потому что весь, все чудо экономическое, которое было, так сказать, создано благодаря министру финансов Ялвару Шахту, оно должно было в 38-м, 39-м году лопнуть, потому что те военные заказы, которые существовали, они не оплачивались деньгами, за них государство расплачивалось краткосрочными финансовыми обязательствами, срок погашения которых должен был вот-вот наступить. Поэтому вот парадокс заключается в том, что люди начали верить режиму, который вот-вот мог лопнуть, как мыльный пузырь, потому что он финансово никак не был обеспечен. Германия занимала второе место в мире по производству кинофильмов. На первом месте был Голливуд, на втором месте была Германия. В 40-м году в немецкое кино пришел цвет. Кстати, можно сказать, что цвет в Германию пришел после того, как он уже был в Советском Союзе в кино. В 31-м году в Советском Союзе был выпущен первый документальный цветной фильм, и в 36-м году выпущен был художественный первый цветной фильм. Но, тем не менее, конечно, по количеству картин, которые производились ежегодно, Германия пережала Советский Союз, и кино активно использовалось в пропаганде. Но в отличие от ожиданий, допустим, Розенберга, который претендовал на главного идеолога в нацистской Германии, и самого Гитлера, основная ставка делалась на эскапизм. На отвлечение населения от дотационного распределения, от достаточно, так сказать, скудной жизни, потому что считается, что самым богатым был Новый год с 41-го на 42-й год, потому что с оккупированных территорий стали поступать и маслины, и хлеб, и свинина, которые были вывезены у ограбленного населения. В целом, распределение и нормирование в Германии было достаточно жестким и суровым, поэтому в кино искали отвлечение и бегство от действительности. Именно на это делал ставку в пропаганде Геббельс, потому что производство кинофильмов контролировалось полностью Министерством пропаганды. И самые быстро получаемые кредитные линии были для художественных картин легкого жанра. музыкальные ревью были различного рода опереты. Кстати, Геббельс даже сам часто переделал, переписывал эти опереты и старые скетчи. Гитлер считал, что в немецком мало национал социалистического кино. Розенберг считал, что легкие опереты Геббельса это пошлость и отсутствие высокой идеи. Но тем не менее Геббельс считал, что производство отвлекающих фильмов позволит каким-то образом успокоить и отвлечь население. Но, конечно, не только эти фильмы производились под эгидой Министерства пропаганды. Были откровенно пропагандистские фильмы, к сожалению, снятые на достаточно высоком художественном уровне. Именно поэтому они носили столь разрушающий характер. Прежде всего, это «Вечный жид» и «Еврейзюз». Два фильма антисемитского содержания, фактически, которые были пропагандистскими форпостами своего рода самого режима. И сохранили свидетельство, что после трансляции фильма «Вечный жид» молодые, так сказать, воодушевленные национал-социалисты забивали евреев насмерть при выходе из кинотеатра. То есть настолько насаждение этой человеконенавистнической идеологии проникало, проступало через экран, что молодые люди напрямую переводили лозунги и посылы самого фильма в зону практической плоскости. Эти фильмы были обязательными для показа всем надсмотрщикам в концлагерях. Это была программа «Обязательно» по прямому распоряжению Гиммлера. Это показывалось для того, чтобы поддерживать, как он говорил, необходимый градус ненависти, для того, чтобы не воспринимать этих людей как себе подобных. Кроме фильмов антисемитского содержания использовались фильмы менее популярные и менее талантливо снятые, которые бы поддерживали программу эвтаназии, принудительному уходу из жизни тяжело больных людей. Эта программа потом нацистами использовалась очень широко и для здоровых людей и для больных людей использовалась программа принудительного умерщвления. Это фильм «Я обвиняю». И, наконец, фильмы, которые до сих пор известны и широко обсуждаются, как и позиции самого режиссера, фильмы «Лени Рифеншталь», которые посвящены были «Партийным съездом» и «Олимпиаде в Берлине», которая проходила в 1936 году. Конечно, холодные эстетские фильмы «Лени Рифеншталь» не могли собирать аудитории в немецких кинотеатрах, а в Берлине было несколько кинотеатров, в каждом районе города был кинотеатр на тысячу человек. Это очень хороший показатель, большой показатель для европейского государства того времени. Но для создания образа национал-социализма на внешнем рынке, в других странах, конечно, фильмы «Лени Рифеншталь» сыграли колоссальную роль. И эти фильмы возили в качестве культурной программы при встрече Риббентропа с представителями других государств, и в частности даже при подписании пакта Молотов-Риббентроп в 1939 году Иохим фонд Риббентроп в качестве культурной программы привез фильмы «Рифеншталь» в Москву для показа Сталину. Это было нормой, это было своеобразной такой респектабельной карточкой визитной нацистского режима. Немногочисленную часть фильмов составляли также фильмы, снятые по историческим сюжетам, потому что одним из приемов пропаганды нацистской было встраивание национал-социализма в контекст мировой истории. И, конечно, фильмы о Фридрихе, фильмы на сюжеты Кольберга, о защите крепости от Наполеона, это также было в производстве Министерства пропаганды. Но такой большой аудитории, как, допустим, развлекательные фильмы, конечно, они собирать не могли. Отдельной статьей последней можно выделить фильмы документальные или документальные военные журналы. Ну, наиболее известен одно, не единственный, надо подчеркнуть, не единственный, это журнал Дедойча Вахеншау. Он создавался совместно Министерством пропаганды и ротами пропаганды вермахта, конечно, ретушировался, так сказать, в целях пропаганды и транслировался в кинотеатрах. В Берлине были кинотеатры, которые транслировали только Дедойча Вахеншау, и для остальных кинотеатров Геббельс со времен войны с Францией в 1940 году. Он издал указание, которое предполагало обязательную трансляцию фильма Дедойча Вахеншау и потом развлекательного фильма. Более того, во время трансляции военного журнала запрещали пускать в зал опоздавших. Мюнхенское соглашение, соглашение, по которому в 1938 году Германия, Франция, Великобритания, Италия решили отобрать у Чехословакии Судетскую область и подписав это соглашение, только после этого допустили к подписанию соглашения саму Чехословакию. Парадокс, его многоаспектно можно оценивать. Дело в том, что к 1938 году Гитлер планировал уже, он был готов, если Чехословакия откажется отдать Судетскую область, он готов был воевать. Эту точку зрения не разделяли его офицеры, прежде всего глава генерального штаба Людвиг Бек, он, так сказать, возражал, он считал, что это невозможно, Германия снова будет стянута в войну, которая ее разрушит. Более того, сохранились сейчас данные, что он пытался выйти на связь со спецслужбами Великобритании с целью как-то локализовать Гитлера, но, так сказать, вот контакт был не совсем успешный. Впоследствии, вы знаете, Людвиг Бек участвовал в заговоре 1944 года и, в общем, так сказать, погиб в результате. А Великобритания и Франция неожиданно даже для Гитлера очень быстро подписали это соглашение, несмотря на то, что накануне соглашения неоднократно с Гитлером встречался премьер-министр Великобритании Чемберлен, он, так сказать, встречался с ним, пытался как-то, так сказать, умерить аппетиты Гитлера, но Гитлер, так сказать, стоял на своем и в итоге и Де Ладье, премьер-министр Франции и премьер-министр Великобритании Чемберлен, они подписали это соглашение неожиданно для самого Гитлера. Он впоследствии говорил, что у него украли его войну. Он хотел воевать, и ему дипломаты не дали этого сделать. И политическая элита и Франции, и Великобритании, они опирались как раз на нежелание и на знание о нежелании своих граждан воевать, снова вступать в войну. Тем более, что объяснить, что нужно воевать против того, что одни немцы хотят соединиться с другими немцами, было достаточно сложно. То есть вот эта тень Первой мировой войны, она повлияла на принятие этого соглашения. Советская политическая элита в 30-е годы прекрасно понимала, что рано или поздно война с Германией будет неизбежна, поскольку в программных документах лидеров нацистской Германии движение на восток было очень чутко обозначено. И поэтому любые шаги советской политической элиты были направлены на то, чтобы максимально оттянуть начало войны, потому что это позволит перевооружиться, это позволит укрепить армию, это позволит разработать новые системы вооружения, позволит защитить страну. Поэтому и заключение пакта Молты в Риббентропе, и затем, так сказать, заявление Сталина, что мы не верим в то, что Германия нападет, и выступление в правде практически накануне нападения на Германию, развенчание различных журналистов, которые пытаются об этом говорить, это было попыткой оттянуть это начало. Потому что, так сказать, конечно, понимали, что рано или поздно это произойдет. В качестве основного прикрытия войны против Советского Союза Министерство пропаганды использовало лозунг о превентивном характере войны. Заявляли, что Советский Союз планировал напасть на Германию, и Германия вынуждена защищаться. И только поэтому 22 июня 1941 года Германия перешла советскую границу. Это заявление было транслировано прежде всего в мировой прессе, и эти заявления транслировались по радиостанциям, направленных на Советский Союз. Сейчас, опираясь на данные, которые нам доступны, мы уверенно говорим, что это не так. Потому что в составе вермахта, подразделения СС, Министерства иностранных дел и отдельно существовавшего особого штаба рейхслейтера Розенберг существовали группы, которые должны были захватывать советские архивы. Партийные архивы, архивы советских органов власти, архивы военных частей, если бы это удалось сделать, что было достаточно сложно, потому что все-таки их успевали вывести, архивы НКВД. И задача ставилась получение информации любого характера, который бы подтверждали тезис о превентивном характере войны. В частности, только для этой цели была в вермахте создана группа архивная, которая просуществовала до декабря 1941 года. И задача заключалась только в том, чтобы при занятии новых населенных пунктов советских найти любые сведения, подтверждающие характер превентивности войны нацистской Германии. В результате решение этой задачи стало невозможным, потому что никаких подтверждающих документов в пользу этого найдено не было. Более того, они не были найдены и при работе других служб, и даже при захвате знаменитого Смоленского архива, который был произведен немцами. Никаких подтверждающих данных по этому поводу найдено не было. Никаких специальных сведений о мобилизации или о полувоенного положении тех или иных населенных пунктов. Ничего этого подтверждения они не нашли.